Книга «Открытым оком», седьмой том, вопрос 1861, тема «Жития». Когда писали «Жития», то читали же их и грамотные православные пастыри, и архиереи. Разве они не видели, что это путь не тот, какой указал Христос? А из них сделали образец для подражания, хотя ни одного слова об этом не читаем в Писании. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанна 5,44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищите? Интересно слушать, как архимандриты и просто монашествующие и семинаристы-бриты ратуют за святых в житиях. Вроде бы, как я нападаю на них, а они защищают. А сами и рядом по образу жизни не стояли с этими святыми. Посты-то хотя бы не нарушали. А когда спросишь о Писании, сразу же стушевываются. Нам это не под силу. А что в житиях описывается, то во много раз труднее для исполнения по сравнению с тем, что описывается в Библии. И если ты за их авторитет борешься, то в первую очередь надо за авторитет Писания, за авторитет Божий бороться. Дорофей Пустынник, память 16 сентября. К 60 лет пребывал старец в одной пещере. П проводя весьма суровое житие, он каждый день во время полуденного зноя, бродя около моря, собирал камни и созидал из них кельи, отдавая их тем, кто не мог сооружать их. «Я же, — говорит Палладий, — однажды сказал ему, — для чего ты, отче, в такой старости мучаешь свое тело в лютом зное?» А он отвечал мне, — для того, чтобы не оно меня мучило, но я бы замучил его. Ел он каждый день в меру лишь сухой хлеб и немного пустынной зелени. А один раз в день так же в меру вкушал и воды. Бог свидетель, что никто не видел его ни ложившимся на рогожи, ни спящим. В продолжении ночи он, сидя, плел корзины из финиковых ветвей и, продавая их, на то покупал себе пищу. И подумал я, не при мне ли тот живет, не при мне ли только живет он столь сурово? И, желая узнать о всей его жизни, вопрошал многих учеников его, всегда ли так строго его житие. И поведали мне, что он из детства ведет такую жизнь. И по своему обычаю никогда не спал, разве лишь, делая что-нибудь или, вкушая пищу, смежал иногда очи. Так что много раз и хлеб выпадал из его уст во время еды. Когда же мы однажды принуждали его хотя немного поспать на рогоже, он, как бы, пожалев нас, сказал нам, «Если вы когда-нибудь уговорите уснуть ангела, то уговорите и меня». Субтитры создавал DimaTorzok